Следующие два образа, которые использует Господь наш Иисус Христос, сразу после заповеди блаженства. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделать ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. То есть христианин – это соль и свет. Что это значит? Ну, много чего значит. Да, мы должны светить людям. Вот человек прочитал Евангелие. Не помню, говорил я или нет, но я не устану это никогда повторять, что Священное Писание написано для того, чтобы мы эти слова применяли к себе, а не к другим людям. Как только сегодня прочитал пост, много раз его читал, но вот сегодня вновь его прочитал, слова о том, что есть заповедь любить людей. Заповеди, чтобы любили нас, нет. То есть если вы прочитали слова «любите друг друга», это значит, слова обращены к вам, а не к вашему соседу. Это значит, вы должны любить, а не требовать этой любви от соседа. Ну, мы это умеем делать. Также и с солью и светом. Ходить и бурчать, что христиане не светятся, не имеет никакого смысла. Надо ходить и бурчать, почему не светишься ты сам. Ты должен светиться. Ты не светишься – иди и укоряй сам себе. Что ты не являешься источником света для других. Значит, ты плохо живешь перед Богом. Значит, ты покрашенный гроб. Вот гроб, естественно, не светится. Он немножечко смердит. Вот, и поэтому никакой солью и светом ты не являешься. И виноват в этом только ты сам. Потому что свет в тебя пролился, когда ты принял крещение. Если ты не светишься сейчас, значит, ты эту благодать не актуализировал. Ты не дал ей раскрыться, этой самой благодати. Ты не помог ей проявиться в себе. Пеняй сам на себе. Но жаловаться на то, что люди не светятся, абсолютно не имеет никакого смысла. Это говорит о том, что ты еще темнее, чем люди тебя окружающие. Если ты говоришь, что ну что это за христиане пошли. Вот. Ни соли, ни света тоже мне называются христиане. Это значит, что ты так говорящий хуже, чем те, кого ты считаешь не солью и не светом. То есть мы должны требовать это от себя, а не от других. И в то же время мы должны не озлобляться против тех, которые не видят нашего света. Свет это не то, что христиане должны ходить по улице и работать фонариками. Нет. Даже такие светильники, как Серафим Саровский, светился только однажды. Ради особого случая. Больше никогда он не светился. Он и был обыкновенным старичком. И я иногда подозреваю, что большинство из нас прошли бы мимо него. Он был очень невзрачный по лицу. А после того, как получил те ужасные травмы от топора, которые его же побили, он был действительно очень искаженный и сагбенный. И, скорее всего, никто бы из нас, если бы нас не предупредили, что это Серафим Саровский, большая часть прошла бы мимо. Ну, ходит какой-то инвалид, коллега, бедненький, жалко. Вот пусть Господь его простит. То есть, как буквально и у апостола, у пророка Исаии, не было ни вида, ни облика, который привлекал бы нас к нему. Поэтому не значит, что христиане должны быть светильниками в смысле фонариками. Их свет – это любовь, мир, мудрость, тишина, смирение. Вот так они светят людям. Если кто-то думает, что это какое-то именно сияющее солнышко – нет. Христианин светит миром и любовью, смирением и кротостью. И понятно с этой точки зрения, что если кто-то думает, что мы негодяи, что мы хулиганы, воры, растлители, развратники и прочие там хапуги, что мы должны сделать? Эх, брат ты мой, если бы ты знал на самом деле, какой я, ты бы даже и слушать меня не стал. Вот. Слава Богу, что Господь скрыл от тебя мою подлинную сущность. Ты бы убежал меня, как от кобры. Это и будет светом. Если мы действительно христиане, то смириться перед поношающим нас человеком несложно. Если же на злословие человека мы отвечаем злословием, то обличающие нас правы. Потому что мы действительно вовсе никакие не христиане, и вовсе мы не светим. Подошел нам человек, обозвал нас лицемерами, мы сказали, прости, брат, правду говоришь. И он увидит, что мы не противимся, как и Христос не противился тем обличениям, и это может его затронуть. По крайней мере, больше злословить он не может, не будет. А если он говорит, ну что, брат, лицемеришь потихоньку? А мы скажем, сам ты лицемеришь, безбожник поганый. Вот. То он скажет, ну вот что и требовалось доказать. Мы сами засвидетельствовали, что мы вовсе никакие не христиане. Мы притворяемся. Мы лицемеры, правда, он сказал. Потому что внутри мы такие все благообразные, кроткие, смиренные, потупив взор, но за день-ка нас. Мы быстро покажем, кто в этом доме хозяин. Вот. Ну а теперь то, что касается ваших вопросов. Наш Господь дал только одну молитву. Ну, отче наш имеется в виду. Как молиться и лишнего не говорить. С тех пор под... С тех пор целые молитвословы написаны. А нам же многочисленные, а там же многочисленные правила, где все об одном и том же. И теми же сами словами. Ну, то есть понятно. Христос сказал, не будьте как парисеи, которые много говорят. А молитесь вот этой самой молитвой. Ну да. Христос сказал правильно. Естественно. И всем бы христианам было достаточно молитвы. Отче наш. Действительно. Как сказал однажды Иоанн Затаус, что в принципе нам даже бы достаточно было только Библии. А вообще-то по существу и Библии нам не надо. То есть Священное Писание он говорил. Потому что будь мы тем, кем должно быть, это Священное Писание было написано у нас в сердце. Это как к старцу Силуану Афонскому в монастырь приехали некие католики из какого-то научного центра посмотреть там редкие рукописи. Вот. Смотрят и смотрят. Говорят, вот у вас по описи тут рукопись должна быть. Где она? Библиотекарь говорит, ну как, брат читает. Говорят, как читает? Ну так, взял почитать брат. Лестницу. А что у вас, монахи, такие книги читают? Вот. Ислан Афонский про себя думает, а потом в записках написал. Подумаешь, читают. Если надо, и написать могут. Вот. Поэтому вот эта мысль такая же. То есть христиане должны быть такими, что Священное Писание им не нужно в книжных, бумажных носителях. Оно у них в сердце должно быть. Но мы вовсе не такие, какими должны быть. Еще менее, чем мы такие, какие должны быть, те люди, которые только приходят в церковь. И именно для того, чтобы людей, какие приходят в церковь, чтобы им дать пищу для их ума, для их души, чтобы им стало понятнее, чтобы они заполнили то, вот, некое время, которое они уделяют Богу. Если они будут 20 раз повторять только молитву «Отче наш», им станет скучно. Если они произнесут ее один раз, они ничего не поймут, потому что молиться, как должно, человек еще не умеет. Он только пришел в церковь. И вот для того, чтобы их вовлечь, научить, вразумить, воспитать, утешить, согреть, родить покаяние, когда человек ожесточился душой, постепенно создавался весь комплекс тех песнопений и богослужебных текстов, которые составляют сегодня содержание богослужебного круга православной церкви. И, как мы видим по людям, приходящим в церковь, это до сих пор этот процесс не остановился. До сих пор. Потому что современным людям, например, каноны, родившиеся еще в первом тысячелетии по Рождестве Христовом, им тяжело их читать. Но неинтересно человеку современному читать канон. Ему гораздо ближе Акафист, который, особенно современные Акафисты, не те тоже первого тысячелетия, как Акафист Богородицы или Иисусу Сладчайшему, а современные Акафисты, попроще, попевуче, все менее и менее духовным содержанием. И оказывается, вот им они понятнее, востребованные, и приходится идти вот в соответствии с тем запросом, с теми возможностями, которые люди сейчас имеют. и это в исполнении тех слов, которые сказал апостол Павел, что, конечно, мы все духовные люди и должны стремиться к духовному, но сначала душевное, а потом духовное. И поэтому вот это комплекс песнопений, богосужебных текстов, даже включая и Акафистов, все это необходимо для того, чтобы помочь современному человеку постепенно войти в ритм церковной жизни, постепенно во церковица. И все эти тексты опять-таки создаются ведь не по воле человека, самые лучшие тексты создаются по вдохновению того же самого Святого Духа, по запросу, по требованию, порой по прямому указанию Святого Духа, потому что люди уже не способны воспринимать всю глубину молитвы Отче Нашего. Они не могут ее, они не умеют ей пользоваться, они не умеют жить только ей. Должны были, но испорченность человека, расслабленность человека, душевность человека дошла до такой степени, что ему приходится давать палочки в руки, чтобы он тренировался и постепенно воспитал себя до того, что одна молитва Отче Наш может напитать его на весь день и на всю жизнь. Но кроме того, вспомним, скажем, что в 19 веке преподобный Серафим Саровский и учил своих сестер, монахинь Евеевского монастыря как раз тому же самому. Что достаточно молитвы Отче Наш, троекратно произносимой, Богородице Дева Радуси, тоже которая есть в евангельском сюжете, символ веры, как основа нашей веры, А все остальное призывание имени Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. И это достаточно для людей. Но для каких людей? Для сестер Девейского монастыря. Для сестер, которые уже пришли настолько, воцерковились настолько, что они созрели для полного служения, посвящения себя Богу. И им достаточно одной молитвы Отче Нашим. Не молитесь на показ, а как же креститься при виде храма? Разве это не на показ? Нет, конечно, у нас совершенно противоположная ситуация. Фарисеи молились, чтобы быть увиденными на молитве. Для них это было именно привлечь к себе внимание, чтобы на меня все смотрели, потому что народ был кругом набожный, и человек долго молящийся вызывал уважение. Ныне человек, который останавливается напротив храма и крестится, уважение не вызывает. Скорее насмешки, вот, и мы боимся этого сделать. Это совсем другая тенденция психологической духовной, мы боимся этого сделать. Это скорее подвиг исповедничества. Мы боимся, как на нас посмотришь, а вдруг посмеются, а вдруг еще что-нибудь произойдет. Мы боимся этого сделать, а вовсе не делаем это на показ. И даже в среде, скажем, замечал очень много раз, когда человек встречается внутри общины, человек, который долго, много молится, он вызывает совершенно противоположные чувства тем, которые вызывали молящиеся фарисеи. Фарисеи были окружены ореолом почитания за то, что молитвенно, благоговейно, закатив глаза, молились. Современный человек, если он будет стоять посреди храма и долго-долго молиться, вызовет только неудовольствие тех же самых православных христиан. Поэтому для любого человека, чей молитвенный подвиг, молитвенный труд, молитвенное правило выходит из общего размеренного круга его собратьев, это сейчас скорее подвиг исповедничества, а не молитва на показ. Потому что на самом деле никаким уважением и ореолом почитания такой человек не окружается. Вот, ладно, это мы еще потом посмотрим дальше. Это тут еще было интересное. Про фарисеев и книжников. Кто такой книжник? Разновидность боли ученого фарисея. Почему Иисуса непримиримая позиция к ним? Из-за их предверженности к старым законам или лицемерию? И почему говоря любите врагов своих Иисус не говорил любите фарисеев? Ну во-первых любите относится и к фарисеям. Это вы напрасно так говорите. Вот потому что когда он сам умирал от рук фарисеев на кресте он молился за этих людей. Прости им не ведут что творят и всегда молился за них. Он обличал их не потому что он их не любил а потому чтобы они из уст своего владыки получили свидетельство о том что их позиция неправильная. Грешник знает что он грешник и возноситься он не может потому что стыд съедает его сердце. А такой праведник он как раз и начинает возноситься думая что он не такой как они а он такой же как они. И вот для того чтобы поставить этих фарисеев вровень с обычными людьми что они не особые люди что они такие же как все люди нуждающиеся в спасении и в исцелении он им и говорил плудница не нуждается в обличении ее и так все обличают и сама совесть обличает а фарисей нуждается в обличении потому что ни совесть его не обличает ни люди его не обличают все его считают праведным и сам он считает праведным поэтому он нуждается в обличении кто такие фарисеи но по существу это некое отделение некое сообщество внутри тогдашнего иудейского тогдашних иудеев возникшие за несколько, ну, примерно за полтора-два столетия до прихода мира Иисуса Христа из особой ревности к исполнению священного писания в жизни. Именно так, то есть, они читали священное писание и хотели осуществить его в жизни, и пытались скрупулезно все заповеди исполнять. Среди этих фарисеев выделялись книжники, которые как раз эти книги изучали, толковали, то есть, были, так скажем, учеными фарисеями. То есть, есть фарисеи, которые просто пытаются исполнять в своей жизни заповеди, о которых они слышат от тех же самых книжников и из других, или читают сами. А книжники – это те люди, которые сами читают, изучают тексты священного писания, являются такими учителями, катехизаторами, так скажем. Вот, теми людьми, которые учители народа, знающие книги, знающие все доподлинно в священном писании. Ведь там же очень много разных текстов было, и очень много разных толкований к этим текстам было. Талмудическая традиция, формировавшаяся к приходу в мир Иисуса Христа, была очень развернутой книжной традицией. И туда входило не только само священное писание, то, что мы называем священным писанием. Там было толкование на это священное писание, там был Мишна, там был Медраж, и целый комплекс других сочинений, возникших внутри иудейской традиции. Все эти книги, их было гораздо больше, чем просто наше священное писание. Все их надо было знать, там было море заповедей. Это надо было так же, как согласовать, и они работали с этими текстами. Вот кто такие книжники. Но непримиримость его позиции связана в первую очередь с тем, что они сами себя считали не нуждающимися ни в свете, ни в спасении, ни в исцелении. И он пытался достучаться. Мы будем разбирать эти диалоги, особенно в Евангелии от Иоанна. Мы увидим, как это происходит, и за что он именно их упрекает. Увидим, как это, дойдем еще. Но смысл именно в том, что они говорят, что им не нужен спаситель. Им не нужен свет. Как вот исцеление слепорожденного заканчивается тем, если бы вы были слепыми, то вы нуждались бы в свете. Но вы говорите, что вы зрячие, поэтому вы слепы. То есть вам не нужен свет. Вы отказываетесь от него, и поэтому остаетесь в своей слепоте. Он пытается достучаться до их совести, чтобы они осознали свою потребность в спасителе. Он фактически борется за их души, потому что они больше, чем другие, нуждаются в этом. Ну и кроме того, в целом, это обусловлено еще и таким феноменом, чисто духовно-религиозным феноменом, который встречается в любой религиозной традиции, но только в православной традиции он получает осуждение. Естественным образом так устроена психология падшего человека, что когда человек начинает поступать по правде, он начинает себя сравнивать с грешниками и понимает, что он лучше, чем грешники. Это всегда так. То есть он видит, что он лучше, чем грешники, что он не делает того, что делают грешники, что он иной, чем грешники, что его не мучают те страсти, которые грешники, и у него возникает внутреннее самодовольство, и он всегда как бы вот свысока относится к тем людям, которые живут в грехах. И Христос постоянно подчеркивает, что это внешнее различие ничего не значит. Важно, что находится внутри у человека. Чем заполнено содержание человеческого, каково содержание человеческого сердца. Каков он внутри на самом деле, этот человек. И поэтому высшей степенью праведности и добродетельности Христос считает не безгрешность, а любовь. Его не волнует безгрешность, она очень волнует нас. Мы все хотим быть безгрешным. Но для Бога ничего не значит, потому что перед его лицом безгрешных не существует. Как говорит Иов, он в ангелах усматривает недостатки. Как говорит апостол Иоанн Богослов, если человек говорит, что греха не делает, то он лжец. Нет такого немыслимого состояния, при котором человек не мог бы делать грехов. Он никогда не станет безгрешным. Но он может стяжать любовь. И для Христа важно, чтобы люди научились любить. Это и есть подлинно человеческое бытие. То бытие, для реализации которого и сосоздан человек, чтобы любить друг друга, любить мир, любить Бог. И вот эту способность во Христе Бог человеку возвращает. И он определяет, направляет внимание человека не на то, что он там делает и чего не делает, а на то, любит ли он или не любит. И все это нашло, может быть, одно из самых высших выражений в тех известных словах апостола Павла из 12-13 главы 1 послания Коринфянам. Что если вы даже тело свое отдадите на сожжение, но любви не имеете, толку нет никакого. Если вы имущество продадите, все, совершенно останетесь нищим, но любви не имеете, нет вам никакой пользы. Если вы знаете все знания и пророчествуете, знаете все будущее, но любви не имеете, все это бессмысленно. И вот за то, что они никак не могли понять, в чем спасение человека, в чем содержание жизни человека, он их и упрекает, потому что это потом, когда Евангелие будет написано, будет очень важно для его учеников. Чтобы ученики, и он так и говорит, берегитесь закваски книжников и фарисеев, закваски фарисейской, берегитесь. Поэтому он обличает их не столько ради самих фарисеев, сколько ради того, что и его ученики могут пойти этим путем и могут погибнуть. А он всячески останавливает, не делайте это, не уподобляйтесь этим фарисеям, которые убьют Бога. Вот, ну и еще один вопрос, тоже про молитву Отче наш. В молитве Отче наш использовано множественное число. Это прообраз церкви? Нет, не очень понимаю, как может быть прообраз церкви, если, ну, как бы, растолковать, может быть, вы это имеете в виду, Ну, в каком-то смысле, да. Но, по существу, это исповедание того, что Бог есть Отец всех людей. Всех, даже тех, кто с этим не согласен. Потому что каждый создан по образу Сына Его. Каждый потенциально Сын и Дочь Божий. Только одни хотят стать этими сыновьями и дочерями Божьими, а другие не хотят становиться сыновьями и дочерями. Отвергают это отцовство. Но все равно они никто иные, как сыновья и дочери Божьи. И поэтому он Отец всех. И вот это, как говорил, любил повторять митрополит Антоний Сурожский, это солидаризация со всем родом человеческим, она очень необходима человеку. Потому что в этом мы, мы понимаем, что Христос пришел не меня спасти. Он пришел нас спасти. Нас. И тогда вот это устанавливает очень важную горизонтальную связь. Ну, примерно, как вот там люди на плоту посреди бурного моря. Корабль плывет не ко мне. Он плывет к тем, кто на этом плоту. Ко всем. Тот, кто живой, кто-то уже не живой. Но он плывет ко всем нам. Если я думаю, что он плывет ко мне, то я отделяю себя от всего рода человеческого. Я как бы себя ставлю особняком. Это гордыня. А я должен понять, что это мы. К нам идет спасение. И тогда я начинаю помогать ближним. Дожить, дождаться этого корабля. Уговорить не умирать, что корабль скоро придет. Я тогда и начинаю заботиться, потому что я вижу, что и им нужно это спасение. Я не отстраняюсь от них, а приближаюсь к ним. Я начинаю заботиться о них, служить им. Именно потому, что я понимаю, спасение пришло не ко мне только, а к нам, ко всем. И мы все в ответе за всех нас. И это именно иначе, если эти горизонтальные связи не выстроятся, то я спастись не смогу. Ибо любовь к Богу с равной степени предполагает любовь к ближнему, как к самому себе. И только понимая, что мы все братья в одинаковой беде находящиеся, и помогает мне заботиться и ревновать о спасении ближнего столько же, так же ревностно, как я ревную и о своем собственном спасении.